Привет! В эфире четвертый номер подросткового видеожурнала Клякса. Наши постоянные зрители, наверное, помнят первый номер о спорте, восьмимартовскую поздравительную открытку, а также юмористический номер видеожурнала Клякса. Ну а тема нашего сегодняшнего видеожурнала – телевидение. Клякса – это видеожурнал для подростков. В каждом номере одна тема – религия, музыка, спорт и так далее. Включайте телевизор и не бойтесь, Клякса не запятнает ваши телеэкраны. В Харькове очень много независимых телекомпаний. И работают на них дикторы, комментаторы и репортеры, операторы, видеоинженеры и монтажеры. Если на последние три учат в специальных технических центрах, то на первые три – в специальных студиях. Вот мы и хотим вам поведать об одной из них. Этим ребятам в среднем по 17 лет. Учатся они в школе-студии дикторов, комментаторов и репортеров телевидения при Харьковском институте культуры. Занятия проходят три раза в неделю – пятницу, субботу и воскресенье с 15 до 20.00. В пятницу основное внимание уделяется написанию репортажей и комментариев, а также чтению дикторского текста. В этот день преподает кандидат искусствоведения Гаврилюк Петр Иванович, он же и руководитель школы-студии. В субботу – день арфаэпии. Кто не знаком с этим термином, поясню. Это значит постановка речи, дикционная чистота и произносительная грамотность. Обучает арфаэпий доцент Харьковского института культуры Кулешенко Алла Ивановна. В воскресенье – различные этюды на заданные темы, а также работа в условиях студии. Другими словами – актерское мастерство. В этот день правит главный режиссер театра «Кукол» Гимельфарб Евгений Юзефович. Все уроки проходят быстро, а время пролетает незаметно. Со стороны может показаться, что вы попали в сумасшедший дом или психбольницу. Все ходят, мычат или читают скороговорки. Но это мнение обманчиво, хотя не совсем. Недаром актеров и репортеров называют людьми не от мира сего. Ну а коли они все же попали в наш мир, будем ждать от них чего-то большого. Будем ждать их появления на наших телеэкранах. В телекомпании «Орион» тоже есть подростковая программа. Это «Сквозняк». Цель его – избавиться от всех подростковых проблем. Поэтому центральная рубрика так и называется «No Problem». Ее автор хорошо знаком с зрителем «Седьмого канала». Это Игорь Скляревский, бывший бессменный ведущий «Вести из-под парты». Помните его? Это тот самый, который любит кофе и Битлз, но не любит пиво и Титамира. Игорька долго искать не пришлось. Он сам пришел, причем в нашу музыкальную редакцию, и побеседовал с Сергеем Кривулей, ведущим «Русского салата». Но не об этом шла речь, а о деятельности его группы «Отдел кадров». А это Андрей Долгополов, режиссер и ведущий «Сквозняка». Правда, в титрах он почему-то и сайт, это его творческий псевдоним. Вот только не поймем мы его. Если он был бы хотя бы Максим или подполковник, тогда бы все было понятно. Кстати, о военных. Андрей сделал интересное журналистское расследование об армии. Вот, не знаю, ассоциируется наша встреча сегодняшняя чем-то с вечным огнем, который... Конечно, ассоциируется, конечно. Это «Сквозняк» — это такой символ, что ли, совершенно противоречащий вечному огню. Ветер, «Сквозняк» — это то, что тушит огонь, это вообще здорово. Огонь — это такая стихия весьма такая жестокая, а «Сквозняк» — это очень доброе, что-то мягкое. Но оно вообще-то мозги прочищает, но все равно... Продувает, точнее сказать. Скрытно, скрытно, позволяющее заболеть, так сказать. И если вас еще не сдуло, вы можете продолжать смотреть программу «Сквозняк». 25 и 26 апреля съемочная группа видеожурнала «Клякса» побывала на запорожской кабельной телесети, или сокращенно «КИДС». Итак, мы делимся своими впечатлениями. Родился этот канал 15 апреля 1991 года. А в декабре прошлого года в недрах молодежной редакции возникло творческое объединение «Живой студень». Идейные вдохновители «Холодца» Глушко Юрий и Рути Андрей к данному моменту выпустили 27 программ. Из них информационно-развлекательная передача для молодежи со все тем же названием «Живой студень», принцип которой и интересно, и полезно. Проблем «Живой студень» не боится. И самая большая проблема или несчастье, если кто-то хотя бы зевнет во время передачи. Но по последним данным разведки, такого не наблюдалось за последние 9 программ. Есть еще «Тинтрейк». Это тоже информационно-развлекательная передача, но на самом деле веселая программа для подростков. А ведут ее трое озорных парней. Меломан Денис с рубрикой «Дэн Мьюзик», журналист Женя Разуваев и самое главное действующее лицо программы – Витя. Комментатор дурацких новостей или просто дурком – Коля Булкин. В лице старшего попечителя мы можем видеть доктора Джонса и его коллекцию. Будем надеяться, что между нашими передачами и телекомпаниями возникнет теплая телевизионная дружба. А вы не забывайте, вы смотрите видеожурнал для подростков «Клякса». Мы хотим вам предложить беседу с шефом Московского бюро СНН Стивеном Херсом. Кто и когда был организатором CNN International? Службу СНН организовал Тед Тернер в 1980 году, а Московское бюро было открыто в 1983. Вначале здесь только работало 5 человек, а сейчас около 25 работают здесь. А сколько всего людей в СНН работают вообще? Я не знаю. А в каких городах или в каких странах есть еще бюро СНН? СНН имеет представительство в 142 странах. Многие представительства в Южной Америке, Африке, несколько в Азии, в Европе. В общем, представители СНН есть на всех континентах. А СНН – это частная структура или все-таки государственная? СНН – это только частная структура. Но с государством у нас отношения хорошие. Кто финансирует CNN International? Финансирует CNN все тот же Тед Тернер. Он вложил деньги в эту компанию, и отдавать эту позицию никому не собирается. Много телевизионных бизнесменов вкладывают деньги в СНН. И наше развитие о новости не так уж легко делать. И Тед Тернер эту проблему решает. Да, вот вы говорите, Тед Тернер – это не тот ли Тед Тернер, который организовал игры «Доброволи» в Москве? Да, это он. Первые игры были в 1985-м в Москве, вторые проходили в Сиэтле, а сейчас он планирует провести их еще в Петербурге. А есть ли возможность у СНН открыть представительство на Украине, вот в моем, допустим, городе Харькове? Я думаю, СНН хотела бы открыть представительство по всему миру. Например, у вас в Харькове или в Киеве. Но для этого нужны деньги, и большие деньги, для нового офиса. Нам бы также трудно открыть в Москве, допустим, офис. Но у нас на Украине, вот я знаю, сейчас тоже очень много проблем, и тоже есть что освещать. Да, это так. Мы хотели взять камеру и приехать в Киев, сделать сюжет о Украине. Но в Москве сейчас происходит так много событий, и все надо осветить. Но мы постараемся все же приехать. Ну, а вы хотели бы быть, ну, или директором, допустим, украинского бюро на Украине? Я. Когда я вернусь в Вашингтон, там мне сообщат мои дальнейшие действия. Возможно, могут сказать, Стив, едь на Украину и открывай там бюро. Какая разница работы в России и в других странах? Это сложный вопрос. В каждой стране работать по-своему сложно и интересно. Допустим, в России или в Москве работать легче, потому что можно выводить много информации. А есть такие страны, где информацию просто негде черпать. Конечно, есть трудные стороны, допустим, работы в России. Например, перемещение. Даже там, где легче, есть свои, допустим, определенные трудности. Я благодарю за то, что Вы согласились со мной побеседовать, на маленькую беседу. Спасибо. 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 Спасибо.